Мой доклад, начиная с проработкой поздних манугианских идей, он будет носить историко-философский характер больше, лишь связан с внутренними дискуссиями, которые проходили внутри отдельного направления манугианской философии в начале XX века. Чтобы подойти к майне, сначала все-таки вкратце напомнить о майнинге, хотя я его часто как-то воспроизвожу в разных местах, вот такие ключевые разделения предметов, которые проводят, в частности, на действительные, идеальные и чистые, где на действительные предметы в реально существующем пространстве и времени, идеальные предметы, которые как майнинг не существуют, они имеются в наличии. Благоотношения, числа и так далее. И есть чистые предметы, которые как раз-таки обладают этим самым загадочным свойством вне бытийственности. Они находятся вне бытия, соответственно, к ним не применяются все эти различные свойства. И для него, соответственно, в чисто принтановском таком ключе он проводит различия между объектами, которые являются предметами представления, и объективами, которые являются объектами суждения. Еще одно важное различие, которое он делает, это как раз-таки между двумя такими подходами к бытию. У него есть, собственно, само бытие, есть старт бытия, как бытие в качестве. То есть можно обладать свойствами краза, вне зависимости от того, обладать, что бытие вообще или нет. Но это просто так краткий обзор о концепции майнинга, которая там получила свое развитие, в рамках реалистической такой традиции логической философии, там Ганишин Транс Парсен, Ричард Рутли, Райл Церберт Залта и так далее. И как бы вся специфика, вся дилемма, которой мне кажется, тут нужно состоять, о том, как все состоится в струклифософском ключе представляется развитие этой концепции. И в итоге ключевой проблемой, или ключевыми элементами этого развития стали два развлечения, два майнингианских развлечения, которые так называются, которые были как раз-таки сделаны учеником. Майнингердстом Мали, это, как верно, развлечение свойственно нуклеарные и экстрануклеарные, которые могут обладать как существующие, так как несуществующие предметы, как просто быть красным, так быть круглым, быть квадратным и так далее. И экстрануклеарные свойства, которые значат быть существующим, как несуществующим, быть вымышленным и так далее. И второе развлечение, которое Майни делает в своей работе, делает свою кандидатскую диссертацию, это, как видно, экземптификация между экземптификацией и кодированием. То есть, когда экземптификация обладает у нас как бы ординарные предметы, которые существуют, где он воплощает, исполняет эти свойства, а несуществующие предметы, как абстрактные предметы, по Зальте, как изначально это было сделано Малинком, они и кодируют, то есть они не воплощают эти свойства, они просто кодируют и воплощают, могут говорить, другие свойства, например, быть несуществующим, или там круглым, может быть, не круглым, не квадратным и так далее. И вот эти, как бы, эта вся традиция, вся эта дискуссия, она как бы начинается после, скажем, конца, собственно, майангульской философии, и с началом такой майнингианской традиции. Задача, которую, как бы, историко-философская, можете поставить, до начала представить, какое было отношение, собственно, к концепции майнинга и майли, как они соотносились, то есть, когда просто начинаешь работать с концепцией самого майнинга, майли там играет такую роль второстепенную, как одного из учеников, который прорабатывал различные теории, в принципе, теории самого объектива, как объект осуждения и так далее. Его вход был не таким значительным. Так сам описывает майнинг, у него есть самоизложение, просто довольно популярно вообще в немецкой философии писать самоизложение, такие автобиографические работы, в которых подводится итог своей советской деятельности. Германия же сборник выходил с такими самоизложениями. Были 20-е годы 20-го века, а вот как раз-таки в последнем году жизни майнинга, в 1920-м году, вышло его самоизложение, в котором он в конце, в специальном разделе, кратко написал о своих учениках, кто чего добился, кто чего разработал, как в ее складе было развитие его теории, и так далее. Про майнинг там фактически лестные похвалы, которые как раз связаны, рассказывают о том, какие разделы теории майнинг он разработал, и все. Благодаря чему стало действовать майнинг позже, уже такой интерпретации в ангелезычной философии, это все как бы не указывается. Тем не менее, майнинг считался таким ортодоксальным учеником, который просто развелся конкретными вещами. А позднее, уже как в ангелезычной традиции, появляются и такие утверждения о том, что учение майнинг — это ересь по отношению к ортодоксальному, майнингянскому учению, то есть просто устойчивое выражение перед ересь майнинг. И ряд современных экспертов по этой традиции называют теорию майнинг анти-майнингянской, используя такие резкие, так скажем, фразы в этой связи. То есть, с одной стороны, мы имеем какое-то развитие и продолжение теории майнинг, потому что первое развлечение между экстранукулярными и нукулярными свойствами майнинг предложил майнингу просто в дискуссии. И майнинг — это развлечение у себя в своей работе о вероятности и возможностях в 2015 году излагает. Он утверждает то, что это развлечение ему майнинг предложил, как он считает, что его можно скорректировать, но в целом он его адаптирует. Это развлечение более-менее укладывается в его концепцию бытия и так бытия, экстранукулярных и нукулярных свойств. В немецких терминах майнинг предлагает развлечение между формальными, формальными и аусоформальными, бештинными, с различными видами свойств. Майнинг в этом смысле перевередничает, то есть это слово формальное, как-то слишком немножко является многозначительным, и он предлагает, условно говоря, прийти в конститутивный, вне- или экстраконститутивный, то есть конституториш и аусофонституториш. Что, кстати, в английской традиции, начиная с Финдли, первого такого комментатора майнинга, который открыл майнинг, для английской аудитории, так и перевел нуклеарный, экстрануклеарный, то есть как-то без альтернативный. И с тех пор, в последовательном фильме человек, прочитавший эти комментарии о Кэрн Спассенс, который, конечно, в значительной степени разбил, вложил какой-то свой смысл в это развлечение, в своем нуклеарных свойств, и следующим был еще Ричард Русли, который так же пытался с этим работать. И вот эту традицию, так сказать, Финдли больше считается интерпретатором, эту традицию продолжили как раз-таки Парсенс и Руки, они считаются такими артодоксальными представителями майнинггской такой философии, которые продолжали развлечения, которые можно соответствовать базовым постулатам майнингской философии. Альтернативную традицию как раз-таки представляют другие люди, как раз-таки это Вильям Рапопорт, Эдвард Залта и Кастанеда, которые те кто помнели. Они как раз основывали свою теорию на другом различии, о котором я уже говорил, различия, которое умаль, опять же, фигурирует как между тем, когда предмет детерминируется, определяется некоторыми свойствами, детерминируется они, или когда он воплощается и исполнит эти свойства в спройсбе Голуфюлин. И, соответственно, эти термины, как раз-таки, Залта перевел как кодируют и экземплексируют. И из этого, как бы, делается второе направление. Этой философии, в которой, как бы, многие авторы говорят, что можно назвать милионгианским, несмотря на некоторые отличия, некоторые детали, то есть, в принципе, принципиальных отличий нет. Ну, собственно, в этом, как бы, для меня, кажется, есть укрепленные проблемы, потому что все можно назвать милионгианским. Конечно, там, Мали, разрабатывая второе развлечение, оставался полностью в русле терминологии каких-то, может быть, некоторых интуиций милионгельских, все-таки он просто фактически вырос в этой школе. Но, тем не менее, он просто стоит содержательное развлечение. Как оно отражается, вообще, на родительной милионгельской философии? Термины могут быть одни и те же, но концепция может быть совершенно другая. вот, собственно, эта работа, в работе о теоретической предметной основании логики логистики, как принимает Мали, собственно, почему он предлагает все новые и новые развлечения? Потому что, ну, то есть, есть ощущение, подтверждается его поздними работами, осталось неудовлетворен работой и исследованием учителя. Конечно, в значительной степени уже учеников последователей майнинга волнуют те, волнуют, они обсуждают те критические изменения расов, которые были сделаны в отношении теории предметов майнинга. Они, в частности, работают таким, ну, как пытаются решить знаменитую такую проблему, которая начинается, как раз, при дискуссии расовый майнинг о существующей золотой горе, которая там не существует и так далее. Вот этим самым различением между есть и существовать, как раз это то различение, которое расовый никак не мог принять, но это то различение, которое майнинг не смог до конца выразить, особенно формально. Мы пытались выразить его последовательность. Кстати, говорят, последовательство по большей школе — «потодоксалина» и «потодоксалина» и «потодоксалина» и «потодоксалина». Да, ключевой момент, который многие авторы объясняют, почему эта идея, это развлечение Маля на экзементификацию и кодирование является такой ересью, это потому что оно противоречит центральному тезису всей майнингской философии, ну, майнинга, как он так уточняется, о том, что каждый пример нашей мысли обладает, может обладать какими-либо свойствами, которые предвестируются независимо от его идеологического статуса. если мы работаем имеем дело с экзементификацией, то тут у нас фактически это дождествляется, то есть фактически статус тут же привязывается, существующий пример является красным, и он утверждается фактически в месте его существования. насколько вот этот критерий, то есть понятно, что нет точного у нас приказательства, как скажем, историка философского, чтобы майнин конкретно это написал, что он не согласен именно в связи с этим. Это все еще остается предположением некоторым. Но, в принципе, предположение достаточно справедливое, в частности, мне кажется, потому что есть определенная традиция, из которой майнинг вырос, и которой майнинг может быть знакомо в некотором смысле неопосредованном. Еще раз напомню, о том, что я говорил, майнингские идеи в значительной степени были разработаны в школе Пентано, и Пентано тезис о том, что мы можем сначала что-то представлять и только потом уносить его осуждения несуществования и ее существования несуществования являлся базовым. И майнинг достаточно тут в очередь уже был ортодоксальным в этом плане. И, возможно, именно отрицание этого тезиса, который был базовым для целой традиции, начиная с конца XIX века, действительно было для него важным и для развития его силы. Мне кажется, в большей степени традиция является важной. что касается самого как бы один из таких моментов, почему ересью Малли можно назвать ересью. Второй момент связан, собственно, с определением этого термина. Он проявляется в работе Дейла Жакета о том, что представляет ересь Малли, что представляет свое учение последователей и так далее. Конкретно он говорит о том, что второе развлечение Малли можно редуцировать к первому. Потому что с его точки зрения когда мы говорим об экскерификации и кодировании, то в одном случае мы можем говорить об отсутствии экстронуклеарности, понимаем, существовании экстронуклеарного смысла, в другом случае как присутствия. Многие просто вводили дискуссии, потому что тут же на этот последовал ответ завтра, который сказал, что тут ракет все путает, и то, что на самом деле существующие предметы не только кодируют свойства, они еще и экземпсифицируют свойства. То, чего как раз в ракетном не учитывал. Он предложил, что просто есть существующие предметы ординарные, которые экземпсифицируют, а не существующие, абстрактные, не просто кодируют, и все. На этом строится второе различение. Тем не менее, аргументы, их много, и вообще поддерживают Hitfine, документаторы тоже остаются на повеске дня. Их вообще так можно сформулировать, что второй аргумент, второе различение может вести к первому, а первое, различание между экстронуклеарными и неноклеарными, чисто майнинским, является в этом фундаментальным. И позволяет охватить больше, то есть чисто в духе майнинской традиции позволяет предоставить нам лучший способ работы с этими предметами. «Спасибо». «Хорошо, спасибо. Какие есть вопросы уже?» «Возможно на таком простом примере различие между нуклеарностью и экстронуклеарностью?» «Ну, у вас есть шар, он может обладать свойством белой, при этом нуклеарные свойства, быть белым, быть квадратным, где там нуклеарные свойства классическом майнинском смысле могут быть у несуществующих предметов и у существующих предметов одинаковое. А внуклеарность нуклеарным fashion как раз таки и отличает их. Если нуклеарное исходное свойство шара, если он существует, то он существует, Если он не существует, значит он не существует. Почему такой термин именно нуклеарности? Этимология слова такая, почему не нуклеарно? Это перевод, наверное, по-негетски так же. Я как раз таки говорил, Майлин говорил формальные, Майлин предлагал конститутивные. Финтли, комментатор, перевел как нуклеарный, экстронуклеарный. И с тех пор русскую традицию это прошло. Да, это такие точности перевода в основном. Какие еще есть вопросы? Другой вопрос не понимаю. У Майлинга золотая гора там существует, а в то же время не существует? А у Майли она существует, не существует? Ну смотри, какое вы из-за развлечений возьмете. Потому что золотая гора, поскольку она не существует, она кодирует свойства быть золотой, быть горой. И эксплицирует свойства быть не существующим, например. Это второе развлечение. Если первое развлечение в более майлингском стиле, то золотая гора обладает нуклеарными свойствами быть золотой, быть горой, и обладает экстронуклеарным свойствам быть не существующей. Если нормальную терминологию положить не проблему существования, а проблему возможностей, и говорить в любых терминах о невозможных фигурах. Вы, наверное, знаете, да, невозможные фигуры, нарушающие законы геометического пространства, но с которыми баловываются и Пенроу, и Эшо, и вот такого рода. Вот как-то, с одной стороны, майлинг, соответственно, некоторая работа, так называются, возможности и вероятности, но дискуссии с Расселом, который всё время хотел майлингскому существующих предметов назвать невозможными. Вот как-то майлинг всё время ты избегал. То есть, понятие возможностей в отношении к обществу и пилотикам не очень предприменялось, мне кажется. Получается, что невозможность, она не интенсифицирует несуществование. То есть, это не существует, но и невозможность в каком-то более семантическом мире. Разница не с круглым квадратным, а просто номинацию проводим по отношению к существующим предметам. А невозможные фигуры, они визуализированы, они есть, существуют, просто невозможные другие семантики. Они не различаются эти слои? Возможно. Ну ладно, у меня есть вопрос. Вы имеете в виду лестнице Соль Шера, да? И у Пенроуза, по-моему, о звездах, да? Да, но его геометрические... То, что он замок мастит плитку, да, они тоже... А, бреда. Нет, это немножко не то, что плитка Пенроуза, она как бы существующая. Возможно, да. Да, плитка Пенроуза, она просто, как сказать, это несимметричный способ замощения, да? Непериодический. Непериодический способ замощения. И в итоге, как бы, только сейчас нам дают возможность, теоретически, сделать достаточно двух плиток. Двух плиток для империодического замощения. Ну, это, наверное, не совсем, да? То есть, это, как бы, существующие плитки, да? Да, ну, у Эйшера, наверное, наиболее очевидные все эти вещи со скрученными пространствами и с обманом зрения, по большому счёту. Потому что там просто одну плоскость скрывает за счёт одной башни, если о башне говорить только о картине. Да. А экстрануклярные связаны, там, не знаю, может быть, с отношением предмета к нам или к какому-то внешнему субъекту, нет? Ну, тут по поводу субъекта определяется, является он экстрануклярным элементом. Мне кажется, с одной стороны, конечно, маленько сходило из такой психологической концепции, но, мне кажется, часть этого избегает. Вот у залга получается, что для абстрактных объектов, для абстрактных предметов, экстрануклярными являются свойства, которые они экзамплифицируют. Так же? Ну, то есть, на этом строится разделение или нет? То есть, те свойства, которыми они кодируются, это как раз свойства, которыми экзамплифицируются обычные предметы, абстрактные. Но, в то же время, абстрактные могут экзамплифицироваться, например, быть мысленным мной, например, вот это свойство. Оно, как бы, экзамплифицируется абстрактным объектом, то есть, оно ему, как бы, реально присуще в некотором смысле. И получается, что как раз оно и является экстрануклярным, правильно? Ну, да, ну, то есть, в частности, мы являемся экстрануклярным по своей характеристике. Да, да. Ну, конечно, в таком духе, то есть, наверное, залга, я не знаю, что бы я сказал, как ты это разводил, эти два развлечения. Нет, ну, у него развлечения всё-таки по предикации. Да. Основной для него это предикация, насколько я понимаю. Да, да. Но, в целом, если свойств сводить, то, мне кажется, как раз примерно о чём-то таком идёт. Ведь ординарные объекты, они только нуклеарными свойствами обладают. Да. Ну, вот, да, то есть, наверное, есть какая-то корреляция. Ну, вот, это как раз, кто пытался сделать жакет, он пытался это свести одно к другому, и сказать то, что вот это первое развлечение между свойствами, оно является фундаментальным отношением ко второму. То есть, мне кажется, если тогда начинать как-то сравнивать, переводить терминки, то можно довести до того, что второй сводится к первому. Хорошо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ